У меня 25 книг, 5 из них на иностранных языках. Кстати, в Канаде полным ходом идёт автаназия. Да? Вообще идиоты, да? Вообще люди просто, ну, просто маразм. И тётя Клава мне будет говорить, ты ещё не дорозная этого. Чем быстрее люди осознают разум свой, чем быстрее они научатся управлять своей головой сами, твои компетентные, точные вопросы, спасибо тебе большое. И твои духи понравились, давай. Итак, про книжечку. Очень интересно. Детям очень сильно повезло, потому что они будут обладать такой техникой, которую они могут использовать всю жизнь. Конечно, потому что и раньше было многими замечено, что из всех физкультурных упражнений сразу помогает то, которое соответствует индивидуальности человека. Зачем вот всё делать, когда вот одно это упражнение, которому полностью на 100% подходит, сразу даёт снять напряжение, разгрузку и такое облегчение. И вот этот поиск интуитивно люди делают. Они ищут всю жизнь то, что им подходит. Они из всех йоговских упражнений подбирают то, что им подходит. Из всех цигуновских упражнений то, что им подходит. Из всех тайчи то, что им подходит. Из всех разных методов они подбирают себе то, что им подходит. Но на это уходят много лет. А я им сразу говорю, вот оно, критерии, подбирай по этому критерию. Примеры привожу, рассказываю. Если мы проведём, допустим, два-три занятия, то они научатся. А сегодня наши только просто как бы концептуальные встречи. Кто хочет, там на английском языке, там могут найти такую книжку. Синхрометит. Я поставлю ссылочку. Она есть где-нибудь, где её можно приобрести? Наверное, конечно, конечно. Много там было в Англии. After House, по-моему, это издательство. А расскажите поподробнее ещё о ваших книгах, которые вы создали в процессе своего творчества. У меня 25 книг, 5 из них на иностранных языках. Я, например, бренди, 5 российских авторов Парижа. Издательство «Экономика». Потом я работал в Польше. Пять лет я приездил туда, в Польшу работал. Потом, значит, в издательстве «Пщачулка», женский журнал «Пщачулка» постоянно, регулярно печатал статьи. Этот же журнал меня приглашал, я туда приезжал. И 9 дней подряд, 5 групп в день, с утра до вечера я вёл. И мне в последнюю группу надо было войти в той же «Белоснежной рубашке», что и в первой. И они же не виноваты, что я там целый день работал. Я должен был быть всегда в форме. И меня потом спрашивала журналистка. Про меня писали там в Польше все журналы. Я там по телевидению выступал в Варшаве. Меня спрашивали, что вы получили здесь в Варшаве для себя. Я говорю, получил доверие. Мне это приятно. Я получил доверие. Мне до сих пор пишут друзья из Польши. Потом я работал в Канаде 4 раза. У меня обучались такие люди, которые… Ну, в Канаде их все знают. Морис Стронг – это был, ну, как говорится, владелец его электричества. Там, Антарио, ну, в Канаде. Самый главный человек. Его потом пророчили зампредседателя ООН, Морис Стронг. Его жена Хана, которая была директором Колорадского заповедника. Он меня обучал. Так вот, Морис Стронг, когда первый раз почувствовал этот кайф, он говорит, слушай, у меня, говорит, такое состояние возникло, как бывает, когда я на озере, на отдыхе плаваю. Я вот когда плаваю на лодке, у меня в какой-то момент такое состояние возникает. А я ему показал это упражнение, он сел после него, и такое состояние возникло. А я говорю, Морис, теперь вы можете без лодки у себя в кабинете, когда времени нету. А потом я еще, когда был в Америке, я обучал одного сенатора. Он пригласил туда сразу всю свою администрацию и всем сказал, давайте вставайте, учитесь. Мы все там учились в Лос-Анджелесе. Это вообще потрясающе. Вот сейчас, кстати, в Канаде полным ходом идет автаназия. То есть это узаконенное действие, и очень многие люди идут на это. Я думаю, что если бы они знали ваш метод, то они бы не захотели уйти из этого мира. Ведь это же что-то в мозгу, что-то не так пошло. Правильно? И если ты упорядочиваешь, либо кислород посылаешь, либо что происходит. И вот почему люди сейчас именно хотят уйти из жизни. Они не видят смысла, у них нету света в конце туннеля. Почему? Ну, это невротизация сплошная, психосоматика. Пограничное состояние, нормальный человек творец, он не хочет уходить из жизни. У него всегда есть чем заниматься. Конечно, конечно. Это все, конечно, это побочные эффекты нашей неправильной жизни. Правильная жизнь – жизнь творческая, созидательная. Есть вечные ценности. Вечные ценности – это сопереживание, чувство бесценности живого. Это созидание. Счастье – это быть собой. А совместное счастье – это когда мы вместе, и при этом каждый является собой. Это совместное счастье. И еще каждый принимает друг друга, будучи самим собой. Да, да, да. И они не насилуют друг друга. Потому что очень часто бывает, женщина вышла замуж за мужчину по принуждению, по каким-то там представлениям, воспитательным. Или потом всю жизнь терпит, и всю жизнь давление у нее скачет, потому что она всю жизнь должна его обслуживать. Ну, это разные причины бывают, где кто как. А я знаю, женщины выходят замуж под гипнозом и очень счастливы. Ну, конечно, когда женщине говорит на ушко «я тебя люблю», она, конечно, в трансе. Вот в чем дело. Да нет, я реально знаю гипнотизеров, которые женаты, и жены загипнотизированы и счастливы все. В этих гипнотизерах надо всех один мешок положить и выкинуть на море. Правда? Я всю жизнь гипнозом занимался. У меня залы по тысячу, по две тысячи. Потому что я ассистировал, когда был студентом мединститута. У нас был Феликс Зах, приехал в Махачкалу, где я жил. Гипнотизер, выдающийся. А я был у него ассистентом. Я к нему пришел, Феликс Аркадьевич, можно я буду вам помогать? Он говорит, ты откуда? Я говорю, я студент мединститута. А он обрадовался, что ему ассистировать в мединститут будет будущий врач. Это было очень много лет назад. Я после этого гипнотизировал такие залы. Я, о господи, кого только я не гипнотизировал. Я потом психотерапевтом стал. Я потом стал рефлексотерапевтом. Я потом создал связь между психотерапией и рефлексотерапией. Мое первое научное открытие было в 79-м году или в 78-м году. Его публиковал в научных журналах. Все это. Гипнотизер терапия. Вот есть эклотерапия, рефлексотерапия. Когда в точку попадаешь, есть феномен отдачи. Его током бьет. Это по оболочке нерва идет импульс. Ламота, распирание и радиация. Характерные ощущения. Я догадался, потому что на стыке наук, на стыке наук открытие происходит. Я догадался в гипноз человека погрузить и ему в гипнозе внушить этот феномен отдачи. Тысячу человек могли сидеть на стадионе. Я всем мог сказать, погружайтесь в релаксацию, погружайтесь в релаксацию, а не погружайтесь в релаксацию. Всем сказать, в вашем теле идет ток. И у каждого идет там, где ему нужно, его организм. Идет по каналам, которые на китайском атласе эклотерапевтическом каналы нарисованы. А они, эти люди, этих каналов не знают, но у них идет так, как там нарисовано. У каждого по-своему. Вот, например, у человека, почему стинокардии бывают, приступы стинокардии? Потому что по этим каналам это наиболее проводящие пути. Это пересечение нервов, мышц, сухожилия и так далее. Таких анатомических каналов нету как таковых. Это функциональное образование. Так вот, у человека спазм, а разгрузка, разгрузка этого спазма происходит по пути наименьшего сопротивления. Поэтому стинокардический синдром – это когда загрудинная боль в лопатке болит и в руке болит. Вот это синдром стинокардический, вот приступ. А это отводит приступ. Если бы это не болело, он бы уже умер. Это отводящее. Так вот, представьте себе, на стадионе сидит тысяча человек. Я сказал, только пошел, вот у этого, у кого стинокардия на пороге, да, почти, у него здесь и пойдет и освободит. А у другого пойдет там, где желудок болит, а у третьего там, где мигрени бывает, у четвертого, где спина. Об этом про меня много в книгах написано. Аграновский, выдающийся публицист Валерий Аграновский, он написал книжку в свое время «Визит к экстрасенсу», когда он изучал явление Джуны, Джуна Давидашвили, которая как бы экстрасенс, якобы, да. Вот, он ее изучал, и я там в этой книге у него в качестве эксперта. И он меня спрашивал, может такое быть, что Джуна действует биополем? А я ему объяснял механизмы. Я могу объяснить в следующий раз, если мы встретимся. Но можно и сейчас. Да, сейчас я навлеку многих женщин, которые не разбираются ни в чем, а которые очень любят во что-то верить, сразу нарекания. Я-то как ученый могу сказать, как есть на самом деле. У нас публика подготовленная, так что давайте. Биополе никакого нет. Это доказано еще не только мной, это доказано еще Эдуард Имануевич Годик. Лаборатория, которая была создана академиком Гуляевым, по указанию, по-моему, Байбакова, председателем Госплана СССР, по его поручению, когда Джуна появилась в Москве, создали эту лабораторию, чтобы изучать это явление. И Годик Эдуард Имануилович, там в этой лаборатории, я там им занятия проводил и прочее. Здесь, в Москве. Короче говоря, они выпустили бюллетень Академии наук под номером таким-то. Бюллетень, что были исследования, проводили с помощью тепловизионной техники, сквиды там и прочее, прочее. Изучали много-много-много. Изучили и выпустили отчет. Официальный отчет Академии наук СССР. Бюллетень, номер такой-то. И там написано, да, действительно, например, ротовая полость излучает свет. Ротовая полость. Гниение микробов. Да, кровь излучает свет. Кровь. Но имеется в виду не в прямом смысле, а при фотоумножении. Это тот вариант, когда они в темноте видели излучение, например, руки, да, когда ты уходишь, и как будто бы остается отпечаток световой. Я сейчас к этому приду. Это эффект Кирляна, о чем ты говоришь? Да, да, Кирляна, да. Я сейчас к этому приду. Так вот, это свечение, это называется автоэлектронная эмиссия. Ну, короче говоря, дело не в этом. Дело в том, что там в велютене было написано, что никаких иных, кроме известных полей, тепловых, световых, вибрационных и прочее, 50-е установить не удалось. Но при этом, буквально через несколько, ну, пару месяцев, Лев Колодный, журналист, который работал в Комсомольской правде, который был известен тем, что он писал очень хорошие путеводители по Москве, он выпустил статью, что, ссылаясь на бюллетень номер такой-то, номер такой-то Академии Нового КССР, в котором якобы сказано, что биополе есть. А я ему говорю, Лев, ты зачем это сделал? Там же сказано, что нет. Чтобы ученые тему не оставляли, а продолжали изучать, он мне сказал. Ну, проходим, сразу такие вещи делают. Ну, таких тем полно сейчас, вы что? Вообще побуждение он это сделал. Да? Вообще идиоты, да? Вообще люди просто, ну, просто маразм какой-то. И породил миллион этих экстрасенсов. А вот эта битва экстрасенсов, которая по центральному телевидению шла несколько лет. Я в свое время, я очень люблю этого человека, но его уже нет. Андреан Григорьевич Николаев был замначальником Центра подготовки космонавтов. Я у него жил. Он меня забрал из орбиты, где я там приезжал в Центр подготовки космонавтов. Он меня забрал, и я жил у него дома. И он меня привез в МВД СССР к Шелокову. Шелоков был министр внутренних дел. И как раз-таки в этот момент, чтобы мне помочь, метод развития в стране. И в этот момент там спрашивает зам Шелокова, что бы вы хотели. И я говорю, мне нужно внедрить метод в стране. У вас есть какая-нибудь система, лаборатория и так далее. Он привел полковника, который был начальником психофизиологической лаборатории МВД СССР. И он меня спросил, а что вы хотели? А мы с Андреан Григорьевичем приехали туда. Андреан Григорьевич, извините меня, генерал, дважды герой Советского Союза, третий космонавт планеты. Вот мы же с ним приехали. И они ко мне с уважением, что бы вы хотели туда-сюда, МВД СССР. Я говорю, вот я бы хотел внедрить метод. Он говорит, а с какой целью, например, в МВД это могло бы быть? Я говорю, ну, например, против алкоголизма. Потому что мой друг, полковник МВД, алкоголик был. Я просто вспомнил, и я ему навскидку сказал, ну, например, против алкоголизма. А этот человек, который был полковник, который был начальником этой психофизиологической лаборатории МВД России, это СССР, он сказал, в МВД алкоголизма нет. Они взяли просто так, да? Ну, верно, верно. Потом я вдруг его вижу на центральном телевидении создателем этой передачи «Визит к экстрасенсу». Ну, ты представляешь, да? Такие люди нам голову морочивают, понимаешь? Это понятно. Я даже знаю, как они делали это шоу. Каждый платил, и там звонили, и говорят, что находится. Ну, это такое дело. А как насчет волновой терапии? Ведь Горяев-то не зря ушел из этой жизни. Ведь он создал такие серьезные вещи, из-за которых, в принципе, поплатился жизнью. Слушай, я тебе скажу, да, вот у нас женщины очень любят это вот. Возведут кого-нибудь, особенно, да, который пострадал там или что, и начинает убывать, горяют. Я ничего против Горяева не имею. Парень был толковый. Про меня лично он в одном из фильмов говорил, какой я молодец. Поэтому у меня против него лично ничего нет. Он же меня хвалил. Поэтому, да. Он меня хвалил, и я бы мог бы его похвалить. Ну, вот в этом смысле, когда он говорит, матрица какая-то туда-сюда. Да, вот такая чушь. Ну, если ты веришь Христу, так верь Христу. Если ты веришь матрице, верь матрице. Какая разница? Это же зависит от нашей психики. Есть понятие установка. На что ты настроен, что тебе помогает, то тебе вызывает реакция. Веришь ты в эту матрицу, так верь. Вместо этого он говорит какую-то... Ну, сейчас его нет, к сожалению. Я бы ему это объяснил. Что нельзя народу вводить в заблуждение. А то есть вы считаете, что невозможно влиять на организм человека, на расстояние... Я всю жизнь гипнозом занимался. Я так считаю. Я учил выдающиеся гипнотизеры, которые на этом такие деньги делают. Это мои ученики. Они в разных странах есть. Я им сказал, не используйте ключ для гипноза. Потому что тех людей, которых они не могут ввести в транс, они вводят через мои приемы. Я когда это узнавал, я их просто выгонял из центра. У меня же в центре учились люди из многих стран мира. У меня первый центр в Махачкеле был. Центр саморегуляции человека Homo Futurus. Я тебе скажу. Второй центр у меня был при Минздраве Дагестана. Третий центр у меня был при Советско-американском фонде культурная инициатива. При фонде Сороса. Ой, я не могу говорить это имя. Ну, я тебе говорю. Он создал в Москве. Я его видел в Соросе. Он в Москве создал подразделение. Я на этом совещании был. Я видел эти разговоры, переговоры. Он создал культурную инициативу в Москве. Они давали какие-то возможности людям, которые наукой занимаются, типа стипендии, с помощью которых эти люди как-то развивали свои. Какая цель основная у них была, я не знаю. Ну, очень много людей, например, я получил видеокамеру тогда. Впервые в жизни у меня видеокамера появилась. Я многие занятия сопровождал съемками. У меня много видеоматериала в архиве. Вот открой мне Стресс-су. Сайт Стресс-су. Там столько видеоархив. И сайт Хасай.ру. Там тоже видеоархив. Там такие кадры есть. Как я готовил первых психологов МЧС России я готовил. Потом я выводил из острова Стресса детей и взрослых, которые были в шоке и психологов не слышали. Выводил их в Беслане из этого шока с помощью ключа. Потом я выводил в Кизляре, в Каспийске, в Волгодонске, в Москве. Я же учил психологов Минобороны, Минобразования. Я же их учился. Конечно, я же это лучше понимаю, чем какая-то тетя Клава, которая просто видит по телевизору или прочитала про Горяева и сразу поверила. И тетя Клава мне будет говорить, ты еще не дорозная этого. Ты еще этого не понимаешь. Но я всю жизнь на это положил. Я создал что-то, и поэтому за моими плечами стоят вещи, которые я сделал, которые помогают тысячам людей. А тетя Клава еще ничего не сделала, а она меня уже осуждает. Не обращайте вы на это, потому что... Нет, я просто это для профилактики говорю, потому что сейчас будут смотреть вот этот выпуск, и тоже найдется миллион людей, которые не разбираются, о чем речь идет. Ну, это как в любой секте, как в любой секте. Есть кумир, и поэтому сказано в древности, не создай себе кумира. Да, да. Но у вас своя есть, я знаю, там большая группа поддержки, поэтому и женщин тоже. Со всего мира. У меня там 200 тысяч человек только одной наоборот занимаются. Ну, отлично. Ну, напоследок скажите, пожалуйста, что сейчас люди могут сделать для того, чтобы узнать, где можно посмотреть, где можно участвовать в семинарах, либо еще в чем-то. Может, персонал рассказать? У нас не платная, у нас не коммерческая структура, у нас открытая. Открытие у нас называется «Метод Ключ Хосе Элиева», YouTube-канал, «Метод Ключ Хосе Элиева», Telegram-канал, Instagram. Ну, еще это «Одноклассник» там. Ну, в общем, если просто в YouTube написать «Хосе», сразу откроется. Потому что я человек известный, и мне тут скрывать нечего. Меня знают во всем мире очень много людей, которые занимаются ключом. Я был в разных странах, и, слава Богу, опыт имею общения. Просто хочу, чтобы людей меньше водили за нас, потому что сегодня я очень рассчитываю с помощью тебя, а вместе мы будем сила, с помощью тебя образумить, образумить очень многих людей, людей, которые поэтому попадают в стрессы, потому что у них ложные мироощущения, миропредставления, которые им внушили в целью манипуляции. А вот эти все... Ну, да, да, это то, что говорю. Я же изучал, я же готовил спецназы, я готовил военный персонал ко входу в атомоход Кусу, я же их готовил, подъемы атомохода, я их готовил. Я же знаю эти вещи. Очень многих людей оболванивают, например, боями, вот, бой на расстоянии. Человек стоит, как будто сделал движение, а тот падает. Знаешь, подростков обманывают, что есть бесконтактный бой. Что ты можешь вот так сделать движение, и человек рухнет. Я могу так сделать, это обыкновенная психология. Никаких проблем там нет. Я могу читать без помощи глаз, с закрытыми глазами, потому что в прорези между глазом и носом там все видно. Это же обман. Это фокус. Скольких людей надурили. Я могу поставить диагноз человеку, не глядя, что у него и как, потому что я знаю стандартные вещи, которые любому человеку подходят, как гороскопы. Знаешь, читаешь, сколько лет прошло, сколько гороскопов изменились, их всегда модные. Почему? Потому что в каждой характеристике, на каждом месте, на каждом месяце, есть качество такие-то, и качество противоположные. И каждый день, это то, что ему подходит. У нас буфет сегодня. А вот как психиатр, объясните мне такой момент. Многие будут, наверное, интересно услышать ваш ответ профессиональный. Что это значит, что я, собираясь с вами навстречу выход в эфир, я наношу на себя духи, которые я люблю. И я-то ваш с ней вижу, вы запах мой не слышите. А почему я это делаю? Послушай меня. Мне подарила Киселева, Валентина Эдуардовна, духи, которые она сделала лично для меня. Я ей сказал... А какой духи я не знала? Я сейчас скажу. У нее есть авторские духи. Пожалуйста, в Инстаграме, в Телеграме заходите, Киселева. Она делает авторские духи. Она по характеристикам человека подбирает тебе состав. Она мой друг. Она мой друг, да. И мы с ней сделали несколько роликов на YouTube-канале. И я скажу, она мне сделала духи. Я говорю, вы знаете, говорю, я никогда не душусь. Потому что мужик должен быть свежий после душа и никакой косметики. Зачем? Он же не женщина. Она говорит, я тебе сделаю, чтобы тебе понравилось. Короче говоря, она мне сделала. Я сейчас скажу одну вещь. Я несколько раз это делал. Прямо по этому, по интернету. Вот она мне сделала. Коробку я открываю. Там описание ингредиентов. Сейчас. Вот духи. Вау. Надо же. Аморе. Ну. Слушай, я тебе скажу. Я сделал такую вещь. Я сказал всем друзьям. Вот все выходят. У меня бывают бесплатные ликбезы. У меня бывают платные вебинары. У меня бывает помощь, которую я бесплатно всегда оказываю. Кто бы ко мне не позвонил. Если он в жутком стрессе, я всегда помощь оказываю. Я хочу сказать. Я однажды всех собрал, сколько мог. И сказал. Я сейчас вот так вот надушусь. А вы скажите, какой запах, какой аромат. И они все сказали. Вот такой, вот такой, вот такой, вот такой, вот такой. Ну, там же это экран. Там же нет. На расстоянии. Как они могут это слышать? Вот столько женщин там было. И мужчин. И, ну, где-то 80% они почувствовали аромат. Такой небесный, божественный. Прямо от меня исходящий. От этих духов. Понимаешь? Я Киселевой сказал Валентине, спасибо вам большое. Ваши духи сильно действуют. Надо ей послать наш вот этот вот выпуск ей послать, чтобы она порадовалась, что я это рассказывал. Да. Так что-таки, почему? А сейчас скажу. Раньше профессор, профессор, выходил на кафедру перед студентами. Брал пробирку, пробирку и говорил, здесь бензин, а здесь нашатырный спирт. Я сейчас открою, кто первый почувствует, где именно бензин, где именно нашатырный спирт, поднимите руку. И вот 400 человек сидит в зале. Один поднял, второй поднял, третий поднял, пятый поднял. Потом он говорит, и здесь, и здесь дистиллированная вода. Так вот это биополе. Джуна зашла в зал, и одна девушка упала в обморок. И она сказала, я не удержала, биополе выскочило у меня. И прибила насмерть. А девушка упала от того, что она ждала чего-то, так накрутили, когда людей, биополем, да, она в обморок упала. Я встречался, я скажу, я лично с ней встречался, хорошая девочка она. Но я скажу, качество, которое у нее было, которого мало у кого есть. Абсолютная самоуверенность. Там сидят генералы у нее в коридоре, ее ждут. Она им сказала, руки вот так держите, руки положите, потому что я биополе буду посылать. Они как мальчики сидели. Они не привыкли, что женщина так владеет ситуацией. Они же привыкли подчиняться. Да, да, да. Вот и все, вот и весь секрет. И все-таки, как мне не ответил, почему я автоматически нанесла на себя запах. Это, наверное, у меня уже... Наверное, ты захотела мне понравиться, нет? Вот в чем. Я тоже так подумала. Вы представляете? Точно. Это женщина. Мы все хотим пахнуть. Я мужчина. Да, ты женщина, а я мужчина. Но это правильно. Да, да. Даже с экраном. Чтобы чувствовать себя уверенно. Правильно? Да, да. Женщины же, как говорят, я не для вас это делаю, я для себя. Да. Но в итоге получилось очень шикарно. У нас хорошее получилось интервью. Мне нравится. Я, знаешь, почему рассказываю о Джуне и так далее? По одной только причине. Сейчас очень много людей попали в неопределенность. Мы не знаем завтрашнего дня. И поэтому, чем быстрее люди осознают разум свой, чем быстрее они научатся управлять своей головой сами, и меньше поддаваться манипуляциям, этим мифам, фокусам и всяким вот этим вот людям, которые на этом просто зарабатывают, либо на своих самоутверждениях, на комплексах и так далее, на нас. Все это действует. Чтобы человек думал своей головой. Вот чего я хочу. И тогда мы с тобой, сила, мы создадим сейчас отрезвление общества. И они будут меньше болеть, лучше себя чувствовать. Я обещаю, через следующий раз мы сделаем методику, я покажу, чтобы человек почувствовал себя уверенность и перед экзаменами, и перед выступлениями, и перед рисованием, и открыл у себя творческие способности, о которых он даже не подозревал. Прекрасно. Прекрасно. Ну, на этой прекрасной ноте мы заканчиваем наш эфир. И огромное спасибо. Хасай, вы просто чудо. Берегите себя. Спасибо, друзья. Спасибо. Мне очень понравилось твое внимание, твои компетентные, точные вопросы. Спасибо тебе большое. И твои духи понравились. Давай, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!